Привет всем, вы на канале Панта Плей, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня долгожданный кукинг-симулятор. Давайте не будем медлить и начнем. Что же мы здесь должны выбрать? Наверное, выберем режим карьеры, серьезный вызов к кулинарному мастерству, покажите, чего вы стоите превратить изурядную забегаловку в шикарный пятизвездочный ресторан. Зевать не придется, сложность и срочность заказов будут нарастать. Бонусы и навыки помогут вам срезать пару углов и освоить новые рецепты, чтобы дать старт новому бизнесу. Главное соблюдайте спокойствие и продолжайте готовить. Пебор кухни, модерн, классика... Давай будем в классике, наверное, готовить. Обучение, естественно, включим, потому что ну как же играть без обучения. Что меня, несомненно, порадовало в этой игре, так это наличие русского языка. Не знаю, с чем мне придется сейчас столкнуться, я думаю, что она очень сложная, поэтому если я буду очень много тупить, не бейте, я не специально... Ну, не то, чтобы не специально, я просто так иначе не могу. Так-с, давай грузись, пожалуйста, быстрее. Почему ты так долго думаешь? Что с тобой случилось? Эй! О, музыка появилась, это уже радует. Добро пожаловать на... Наверное, матное слово здесь не пропустили. Приятно видеть вас в кукинг-симулятор. Как вы уже заметили, у вашего нового места работы не самый высокий рейтинг. Ваша задача вернуть ресторану былую славу и восстановить его репутацию. Предыдущий шеф-повар оставил на кухне много стикеров с записками. Возможно, они вам с чем-то помогут. Удачи! Хорошо. Так, давай, не надо вот этой вот ерунды. Привет, я новый менеджер этого ресторана. Раз у вас сегодня первый день, я покажу чего-то там. Но сперва я хочу, чтобы вы запомнили несколько важных вещей на случай, если растеряетесь. Нажмите Т, чтобы продолжить. Наж... Не надо продолжать даже, он сам быстро очень продолжает. Подсказки по назначению кнопки восставим. Во время обучения вы будете видеть задание в левом нижнем углу экрана. Слева, короче, внизу это задание. Во время обучения прогресс сохраняется автоматически. Между этапами, если застрянете, всегда можно вернуться. Сохранение. Хм, кажется, прошлый владелец бросил это место в плачевном состоянии. Возьмите телефон, нужно вызвать мастеров. Взял все. Уй-ка, громко-то, давай-ка мы с тобой немножечко звучок-то подправим. Наверное, вот так на сорокет. И фоновые звуки тоже на сорокет. Ну, а то как-то очень-очень громко. И то музыку, видишь, я на 7% поставил, чтобы она не глушила. Ну и бардак. Нужно починить газовую плиту как можно скорее. Следуйте за отметкой, возьмите с собой телефон. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. О, кто тебя так сломал-то? Ого, но починку этой штуковины уйдут годы. Надо как можно скорее нанять кого-нибудь. Наведите курсор на плиту. Затем используйте колесико-мыши, чтобы выбрать мастерскую. Нажмите что-то там. А мастерская из этого это что? Да подожди, а... Что из этого? Ну, наверное, вот это, да? Да отстань-то, я изучаю. Осталось 4, 75, 100. Что это значит вообще? Починить окно обучения. Газовая... Подожди, что? Полетели. Давай возьмем, наверное, вот осталось... Че осталось 30? Вот че осталось 30, то и возьмем. 30 есть, нет? 20 только есть, ну давай его и возьмем. Деньги, постарайтесь не обанкротиться. На кухне практически все стоит денег. И тарелки, и продукты, и уж тем более ремонт. Не берите лишнего и следите за балансом. Как только деньги кончатся, вы не сможете вести бизнес. Логично. Закрыть. А, одна есть. Осталось 4. Теперь осталось отремонтировать духовки. Ну, пойдем вот эти отремонтируем. Жалко, что ли? Так. А где вообще деньги-то мои? Я не пойму. А у меня денег-то и нет. А, наверху, вон, 2250. Че осталось еще починить? Ой, бегать здесь что, нельзя, что ли? Очень гру... Нет, я могу сесть, конечно. Но бегать-то можно, нет. Очень жаль, что нет. Починить нижнюю... Нижняя духовка. Нижняя духовка должна быть внизу. Если меня не изменит... А, по... Понял. Да что ты? Да что ты? Сядь. И чини нижнюю духовку. Будем чинить вот здесь. Дэст... Вертолет пролетает, что ли, мимо? Я не пойму. Где я? Я хочу посмотреть на верто... Даже телефон за стены цепляется. Представляешь, какая детализация офигенная. Класс. Я теле... Телефон можно потерять за телевизором. Представляешь? Посмотри. Опа, ща, ща, ща. От греха подальше. А как я теперь... Как я с этим жить теперь буду, ну? Эй! Ребята, как это... А как я теперь это все смогу восстановить? Мне не бросить. Мне надо было бы повесить. Ну, я так понимаю, хрена ты повесишь, да? Пусть лежит. Что у нас там? Починить? Правая фритюрница. Не будем время тратить. А, починилось что-то. Правая фритюрница, это вот она. Давай возьмем... Прекрасно. Отложите телефон. Надеюсь, он нам еще не скоро понадобится. Ну, пойдем отложим телефон. Сохранение. Некогда прохлаждаться. Здесь же пусто. Нужно что-то делать. Во-первых, вам понадобится оборудование. Наведите картонные коробки. Наведите курсор на одну из них и нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть магазин. Продукты. А продуктов-то нет. Надо что сделать-то? Я открыл. Дальше что? Специи, жидкости, утварь, брендер и разного нет. Не пойму. А что сделать надо? Закрыть. Купить блендер. Я понял. Ой. Не то хотел сделать. Эй. Поставь обратно. Да не надо мне брать. Я хотел поставить. Мне нужно нажать, открыть коробку и купить блендер. Здорово. Вложите блендер. Можно переносить только один предмет за раз. Я очень люблю игры, в которых можно переносить лишь один предмет за раз. Потому что... Потому что офигенная игра просто. Бросить окно обучения, детальное управление, бросить... Будет быстрее, если передвинуть коробку сюда. Короче, наведите курсор и нажмите Е, чтобы приподнять и поставьте ее на столешницу. Ну ладно, давай возьмем и поставим на столешницу. Ну что, жалко что ли? Купить оборудование из списка в магазине. Да хватит там летать уже. Давай возьмем... Ого, гошеньки, сколько всего. А что из этого нам нужно? Противень, большая кастрюля, разделочная доска, нож, сковородал. Короче, все, что есть, нужно покупать. А можно все? Можно все это взять и сразу купить? Нет? Нет, походу нельзя. Большая кастрюля ставится вот сюда. Ой. И... А, две надо больших кастрюли. Твою налево. А зачем мне две большие кастрюли? Криво, косо, ну ладно. Лопатка. Тихо, ну зачем ты... Что ты сделал? Зачем ты ее уронил? Да я знаю, что нужно купить. Подожди, женщина, подожди. Я разбираюсь с управлением. Мне тяжело в этом ориентироваться во всем. Сейчас мы наладим весь ресторанный бизнес. Будь все чики-пуки. Не переживай. Нож купить? Ну, нож, наверное, специальную подставочку нужно положить. Тебе так не кажется? Мне кажется, но игра так не считает. Здесь, наверное, подставочки-то нет. Противень купить. Противень, говорю, купить. Противень купить. И разделочную доску, соответственно. Давай-ка мы купить разделочную доску. Отлично. Сохранение. У нас есть утварь, но нет рецептов. Идите к ноутбуку. А где ноутбук? Ноутбук вон там. Ну, что мы делаем? Ой, как много всего. А я из этого, да, из Во все тяжкие. Из Во все тяжкие. Не знаю, как его зовут. День первый. Статистика. Открыт рецептов три. Говорит, нет рецептов у меня. Есть у меня рецепт? Аж три штуки. Щелкните по подсвеченной вкладке, чтобы открыть и... Нажал. Дальше что? А? Я-то что дальше должен сделать? По подсвеченной вкладке нужно щелкнуть. И зайти в магазин рецептов. Щелкнул. А, и... И что? В насколько подсвеченную вкладку нужно щелкнуть? Заблокированные рецепты. Откройте вкладку. Ммм... Ну вот они, заблокированные рецепты. Нет, разве это... Тебе так не кажется? Я ничего не могу не купить, ничего не сделать. Я просто вот смотреть могу на них только. Где она подсвечена? Список перков. Перки мне не нужны. Менеджер рецептов. Закройте ноутбук. Я за ней что-то нажал. А зачем? Зачем мне их было смотреть, если у меня их все равно нет? Ой, господи, сохранение. Ладно. Ща разберемся. Вот так, посмотрим. Починка, оборудование, рецепты. А точно нужны специи. Давайте зайдем в магазин. Давай зайдем в магазин. Специи. Соль это самая важная специя, естественно. Поставим вот сюда. Времени на покупки останется не так много. Лучше купить все необходимые специи сейчас. Ух, как много всего. И мне это все нужно будет запоминать серьезно. Да я рехнусь. Я запоминать все это рехнусь. Я в рафте запомнить, блин, местоположение своих же камней не могу. А тут, в каком сундуке находится еда, не помню. Тут, блин, нужно запомнить специи. Это же кошмар. Это же очень много всего. Ну давай сейчас разберемся, куда их поставить, чтобы было проще запоминать. И вообще все будет отлично. Сохранение. Сейчас прям 5 секунд. Перейдите в магазин. Не так я должен был перейти в магазин. Жидкости. Куриный бульон. Но я так понимаю тоже все купить нужно. И поставить это вот сюда уже. Подсолнечное масло. А сометана это жидкость? Давно ли? Давно ли я просто может быть много спал? Ну, видимо, сметана стала жидкостью. Сметана это же не жидкость вовсе. Это вот больше на сливки все-таки похоже. Кто вообще выливает сметану? Вот так. Ну все, мое дело сделано. Посмотрим, как вы справитесь со своим что-то там. Я оценю вас как обычный гость. Не волнуйтесь, вам помогут. Я попросил друга присмотреть за вами в процессе. Смотрите, у вас заказали блюдо. Каждый раз, когда гость сделает заказ, вы видите уведомления в левом верхнем углу экрана. Также уведомления отображаются, когда до крайнего срока остается одна минута. Когда вы немного задерживаетесь. И когда гость уходит домой, не дождавшись еды. Я понял. Короче, понятно. Закрыть. Ну все, мое дело сделано. Посмотрим, как вы справитесь со своим... Подайте мне запеченную рыбу. Ну пойдем. Рыба должна быть тут. А вот рыба. Помните, что каждый продукт стоит денег. Вам не нужно заботиться о пополнении припасов, но стоит следить за расходами. Хорошо. На разделочную доску. Пойдем. Холодильники нужно закрывать. Потому что... Потому что... Серьезно? А за... А сколько 5 грамм надо? Я понял. По 5 грамм всего, короче, нужно. Я все, я сейчас научусь. Да нет, не так. Опа. Все. Готово дело. И... Тимьян. Да хватит цеплять за все подряд. Отлично. Возьмите форель и положите ее на противень. Положил. Взял противень и пойду в духовку суну. Так? Нет? А как я должен туда засунуть ее? А, в верхнюю духовку-то. Да что ты? Да что ты... А как я ее должен загруз... А, все, я... Я почти понял. Тут надо поймать ее. Все. Закрой. Включить духовку. Оставьте рыбу на 90 секунд. А откуда я должен знать, сколько секунд? Нам нужен лимон, купите его. Давай купим лимон. В специях скорее... Нет, не в специях, в продуктах. Лимон. Купить. Положить его на разделочную доску. Положил. Я так понимаю, возьмите нож. Повару крайне важно освоить все тонкости работы с кухонными принадлежностями. Если зажать клавишу shift, вам откроются новые способы обращения с тем, что вы уже держите в руке. Я понял, хорошо. Договорились. Эээ... А как я должен это... Резать-то как? Я... А надо вообще? Ножом на 4 части. Стараюсь резать одинаковую часть. Не забывайте, можно сфиксировать продукт, удерживая shift. А я что-то уже, по-моему, накосорезил, нет? Ну, зашибись. Почти одинаково. Нормально же? Бросит нож, елки-палки, положи. Там не хватит еще, нет? Когда закончится все это... Дело-то? Когда? Где таймер, который отсчитывает... 90 секунд. Гудит. Гудит, значит, работает. Работает, значит, еще надо подождать. Здесь времечко идет. Но когда я ее поставил, я не пойму. А где здесь таймер какой-то, как обратный отсчет или что-то еще? Я не понимаю. Я не понимаю. Вон от нее дым уже пошел. Надо выключить для начала. Правильно? Правильно. И, естественно, купить тарелочку. А, даже купить не надо. Она у меня... Она у меня есть. О, приправьте форель пятью граммами хрена. Ну, по-ща приправим, подожди. Ой, не-не-не-не-не. Не так все просто. Вообще огонь. Вкуснятина какая получилась. И куда? Теперь возьмите четвертинки лимона, прицельтесь в них и нажмите... Чего? Чего? Да нет, я не так должен был сделать. Я не пойму, что надо было. Четвертинки лимона, прицельтесь в них и нажмите, чтобы увеличить область захвата. Не понял ничего. А я... Как я должен увеличить захват, если я... Если я все-таки... Ммм. Чего? Надо взять вместе... В тарелку, что ли, их положить? Чего? Че надо сделать-то, я не пойму. А, я... Я... Я же вроде не настолько прям тупой-то. Че-чем не понимать, что сделать надо. Короче... Блядь. Вот так надо сделать, нет? Зачем я тут лимон набросал? Готов, дело. Немножко не так, наверное, это было делать, но я сделал именно так. Наконец, положите на че-то там петрушку. А-а-а-а. Понял. Отлично, блюдо готово, осталось его подать. Поставьте его на стойку выдачи. Готов, дело. Красота какая. Не хочу я фотографировать, зачем мне это нужно? Нажмите на приложение выдачи, и я уже нажал. Нажал, нажал. Вкуснятина получилась. Пятизвездочный, пятизвездочный. Я даже не сомневался, что будет именно так. Мы с тобой вообще большие молодцы. А сколько очков славы вы получили за это блюдо? Чем лучше ресторан, тем выше требование качеству блюд, приносящих славу. Некачественные блюда плохо скажутся на вашем рейтинге славы. Ладно. Вот за вот эти вот очки славы, очки готовки, я так понимаю, мы можем покупать какие-то, как это называют, новый рецепт. На сегодня все, завтра мы откроемся для посетителей, и будьте готовы проявить себя с лучшей стороны. Вот это сложно, конечно, будет. Я думаю, что я буду очень много тупить. В конце каждого дня вы будете получать статистику прогресса ресторана. Ой, конечно, доход у меня просто классный. Наша цель — получить полный пятизвездочный рейтинг славы. Ах да, пожалуйста, не обанкротитесь. Спасибо, я не обанкротюсь. Пока что. Доступны новые перки. Это хорошо, что перки доступны. Можно, чтобы она за меня готовилась? Руки не дрожат, удержите шифт, зафиксируйте предмет. Быстрые ноги ходить быстрее, тарелки не будут. А тут бьются тарелки. Берите носить горячие ингредиенты в руках. Бутылки, длинные руки дотянуться дальше. Возврат денег, верните деньги на заказ. Чтобы сберечь очки славы. Давай лучше тарелки не будем бить. Потому что, ну блин, я знаю точно себя. Я сейчас все разбиваю. Очки навыков нужны для открытия и улучшения навыков. Логично. На каждом уровне вы получаете определенное количество. И что-то там. Увеличение прибыли из блюда. Усилить заповеданные блюда, начисляется больше очков. Кухонный декор. Опыт-то за звезды блюд больше. Подавайте блюдо на 4 звезды и выше подряд. И получаете больше очков славы. Жидкости дешевле. Продукты дешевле. Покупка улучшения дешевле. 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 Это все, конечно, здорово. Но вот чаевые, например, чаевые. Но у нас... Смотри, можно прокачать, короче, чаевые. И прокачать... Знаешь что? Вот нужно вот что-то вот типа вот... Вот это прокачать надо обязательно. И прокачать... Да, вот это прокачаем. Ну, в любом случае, я так понимаю, здесь прокачается в итоге это все. Ну, или же большая часть вот этого всего, что у нас есть. Так что заморачиваться по самому началу мы не будем. Привет. Вы так же заволнованы, как и я. Помните, все, что вы подадите сегодня, влияет на вашу репутацию. Вперед. Давайте сделаем этот ресторан в лучшем в городе. Давай, давай попробуем. Мы это называем подготовительной фазой. Название говорит само за себя. Заказов пока нет. Но вы можете использовать любые предметы на кухне, чтобы подготовиться к рабочему дню. Хорошо. Давай попробуем. Не забудьте приготовить ингредиенты, которые будете использовать. Начать заранее готовить некоторые блюда, тоже хорошая идея. Если, конечно, вы знаете, что делать. Я не знаю, что я делаю. Я даже не понимаю, что я делаю. А знаете что? Это отличный повод заглянуть в ноутбук. И что там? Давайте вернемся туда, где закончили вчера. Открою приложение менеджер навыков, используя левое боковое меню. Открыл. Ей навыки дают небольшие преимущества в геймплее, если вы не потратили свои очки навыков вчера. Вы можете сделать это сегодня. Хорошо. Некоторые навыки станут доступны, когда ресторан наберет достаточно славы. Вы можете переберечь очки навыков и зайти в это приложение позже, чтобы разблокировать то, что вам нужно. Вы даже можете сбросить навыки и потратить их иначе, но это будет что-то там. Когда закончите здесь, перейдите к приложению список перков. Давай в перки перейдем. Каждый перк дает небольшой игровой бонус или навык повышения уровня славы, принесет вам дополнительные очки. Что-то перков, я так понимаю. Теперь купите подсвеченный перк, он позволяет фиксировать продукты на разделочной доске. Я же нажал. Нет? Я не нажал? Я нажал. Ну, я так понимаю, все, да? Сохранение. Привет, я решил, что сегодня еще вам понадоблюсь, но только сегодня не слишком привязывайтесь. Я буду рад, если ты будешь подольше. Наш первый заказ на сегодня стейк лосось с вареным картофелем. Хорошо, давай возьмем лосось. Вот лосось. Положим его на тарелочку. Ой, в кастрюлю. А где рецепт у меня для начала? Покажите мне, пожалуйста. Сначала берите в нее около одного литра холода. Бля, хомуха. Самое вкусное. Пять секунд не пролежало, значит, все хорошо. Значит, не испортилось. Водички. Литр, говорит, надо налить. Тихо, тихо, ну... Да зачем? Зачем ты ее налево льешь-то столько? Ну... Три миллилитра? Серьезно? Я понял. Это был мой косяк. Да... Хе-хе-хе. Да что ты будешь делать-то? Ну... Я... Да я хочу взять просто и открыть воду. А как налить-то? Твою мать. Отлично. Налил водички. Дальше что? Я налил холодной воды из крана. То есть не считается, что ли, еще? Еще надо налить? Литр же написали. Соли надо добавить. Соли-то хорошо. Сейчас разберемся со специями, разберемся со всем, чем только можно. 20 грамм, говорит, надо насыпать. Все. Бросаем сюда. Большая кастрюля с двух картофелями. Можно вот так, да? Можно же прямо вот с кастрюлей подходить к картошке и набирать картошку? Ведь оно так и работает, правильно? Ее же чистить-то не нужно. На отмеченный участок. Хорошо. Поставил. Достань лосося из холода. Я же достал уже. И он, кстати, там уже лежит. Вот это вот греться-то будет? Нет, сегодня. Подожди. Я что, не должен так делать? Я ей не должен зажечь комфорку? Она там стоит, просто отстаивается, что ли, картошка эта? Приправьте солью и черным перцем. Ну, давай приправим солью и черным перцем, без проблем. По 5 грамм. Все? Видать, все. И перцем. Все. В рецепте сказано жарить в масле. Значит, нам понадобится скоровода. Скоровода. Давай скороводу возьмем, положим вот так и поставим на плиту. Налейте на сковороду масло, немного подсолнечного масла. И будет в самый раз. 10 миллилитров. Хорошо. Тихо, тихо! Все, оно вообще неуправляемое. Поджарьте филе лосося. Не та комфорка. Видать, вот это. А вот это никто греть не будет, да? Пусть тоже это варится, жарится, там все дела. Ну, правильно я считаю, да? Пусть греется, пусть... Ой, как громко оно. Подожди, можно чуть потише сделать? Это уж больно... Больно громко она жарится. Жарится прям очень громко. Вот так в самый раз. Я так понимаю, вот эти вот ползунки, они показывают, насколько приготовлены. Поэтому здесь переживать особо не нужно. Кто быстрее? Большая кастрюля с картошкой или же филе лосося на сковородке? Я думаю, что все-таки филе лосося победит. Ну да, явно побеждает филе лосося. Картошка почти приготовилась тоже уже. Ну-ка, 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 ну-ка. Какой лопаткой твою налево? Какой лопаткой? Откуда я эти высосу-то? Давай снимем лучше с огня. Возьмем лопатку. Где лопатка? Вот она лопатка. Возьмем, перевернем с тейка лосося. А как тебе, это самое? Как ее перевернуть-то? Серьезно? Вот так вот... Вот так сложно это делается? Подожди, у меня там картофель уже сварился почти. Жарите стейк 60 секунд. А как я засеку? Ну, будем считать, что как-то так. Жарите, говорит, стейк 60 секунд. Я же даже не знаю, сколько секунд здесь. У меня часов-то нет нормальных, которые показывали бы правильное время. Время 12 часов. Ну ладно, картошка уже почти сварилась. Так что чики-пуки. Сейчас картошка сварится. Хотя фили лосося уже тоже сварится. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Удерживайте тарелку с... Тарелка. А где тарелка-то? Тарелку-то где найти? А, тарелка-то вон она. Прямо... Ага, понял. Сейчас возьмем тарелку. Возьмем картошку. Тихо ты, ну... Зачем ты так делаешь? Мне нужно было картошку и лосось. Зашибись. Настойку выдачу. Это все, что ли? Больше ничего не нужно? Перчить, там, солить, еще что-нибудь? Нет? Ничего себе. Ничего себе. Вкус не очень, говорит. Ты нашел, где вкус. Вкус ценить. У меня здесь забегаловка. Обычная забегаловка. Я, конечно, стремлюсь, но... Борщец. Поступил следующий заказ. Нажмите это, чтобы продолжить. Давай. Нам понадобится большая кастрюля. Найдите ее, убедитесь, что она пустая. Но она почти пустая. Куриный бульон. Серьезно, что ли? А, подожди. А как это вылить? Не-не-не-не-не. А? Как вылить ты, елки-палки? Какой куриный бульон? Мне вылить надо вот эту вот ерунду. Серьезно, что ли? Ты издеваешься? Детальное управление. Куда-то я, короче, вылил все это... Вот это все... Вот это чудо. Да все. В жопу. Куриный бульон пойдем нальем, насыпем, поставим. 700 миллилитров. Говорит, не игра. Ну, чутка больше, чем нужно, но ничего страшного. Соль. Это немножко не соль, но и ладно. Это что такое у нас с тобой? 12... Черный перец. 12, да, должно быть? Немножко больше. Ну и ладно. Как бы, знаешь, ну... Типа соли 12 грамм в большую кастрюлю. Ну, а еще немножко больше. Ну, чуть соленей, чуть не соленей. Беда-то какая. И, естественно, молотый каенский перец. Он у нас вон там ни разу не использовался. Пойдем, попробуем его еще. Я просто не пойму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. А то иногда как-то он срабатывает. Странно. Восемь помидоров надо купить. Давай купим восемь помидоров. А можно сразу несколько покупать? А то... Где здесь кнопочка, чтобы прямо вот взять и купить восемь помидоров? Я... Я хочу сразу купить несколько. Почему нельзя взять и купить несколько? Я хочу несколько помидоров. Три, четыре, пять. Подожди, я читать, наверное, не умею просто, да? Помидоры-то вот они. Дурило. Пошли с кастрюлей. Давайте сначала вот эти вот соберем, а то же мы все равно уже набрали. Раз, два, три, четыре. А кто ж вот так вот на ручку кладет помидоры? Не дело. А сколько мне еще-то надо? Все. Офигенно, конечно, у меня месиво здесь. Один репчатый лук. А репчатый лук, где он? Ну, там вон, да. Отлично. Обработка. Положите на отмеченный участок. Давай отмеченный участок положим. Кипятить нужно 60 секунд. Следите за временем. Не во всех рецептах что-то там. Чего-то там, короче. Сварите суп. Ну, суп варится. Пусть варится. Кто ж мешает-то ему. Ему никто не мешает. Пускай варится. Я сейчас понимаю, что я что-то не особо готов к такой игре. Она очень сложная. Она очень тяжелая какая-то. Прям она... Прям какая-то прям... Возможно, просто я к ней еще не привык. Возможно, потом у нас будет с тобой получаться офигенно варить супы и готовить лосося. Но пока что что-то прям как-то все это... Как-то прям получается не очень здорово. Ну, а что поделаешь? Сейчас прям... Прям чутка. Вот. Поиграем с тобой. И поймем. Стоит ли нам продолжать или же нет? Просто этот рецепт, я так понимаю, это блюдо будет последним в этой серии. А потом я уже буду ждать от тебя комментариев. По поводу, стоит ли продолжать или же нет. Так, огонь выключаем. Смешайте и все. А как я должен смешать? Чем? Как? Что делать нужно? Лопаткой? Нет. А я должен что сделать? Холодильник закрой, а то он весь это... Ты видел, нет? Что мне нужно сделать? Вот блендером вот этим вот? Это у меня крем-суп получается. Сдвинуть вниз. Класс! Класс, мне нравится. Мне нравится, как эта штука работает. Налейте сметаны. Давай нарем сметаны. А, 150 миллилитров. У меня с миллилитрами все в порядке, поэтому я сейчас... Опа! Миску и поставьте на стойку. Взял миску. А, нет, глубокую тарелку нужно взять. Возьмем глубокую тарелку. Ну-ка, возьми глубокую тарелку. Нет, я должен был... Кастрюлю направьте на миску. Нажмите это и нажмите еще раз. Удержите аккуратно перемещать, чтобы налить миску ссуп. Серьезно? Ты что, издеваешься, что ли? Это называется... Взвесьте мне полкило конфеток. Три килограмм получилось. Все хорошо? Да, все хорошо. Поставьте тарелку. Подайте блюдо. Я понял. Ну, что-то как-то выглядит это не особо аппетитно. Как каша какая-то из... Из тухлых грибов. Не знаю, прям томатный суп. Это не томатный суп. Это прям кошмар. Но зато оценили в 5 звезд. Всего за 6 минут. Смотри-ка. Слава растет. Это самое главное. Жалобы гостей. Есть, нет? Идеально, идеально. Ну, никто и не сомневался. Давай на этом... Да нет же ж. Так вот, я перезапустил игрушку, потому что я засрал уровень. Просто уровень засрал, рецепт засрал, все засрал. И получилось, мне нужно с тобой, знаешь, что сделать? Мне нужно с тобой в менеджер рецептов зайти, посмотреть, что с запеченной форелью делать. Нужно взять форель, посыпать ее перцем, тимьяном и укропом 5 граммами и поместить на противень. Давай этим займемся. Перец, тимьян и укроп, да? Перец, тимьян, укроп. Где противень? Противень, 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 противень. Потерял противень. Где противень? Да блин, я не вижу противня. Положим на стол пока что. Пусть лежит. А, возможно, он там остался. Да, он тут и остался, противень. Возьмем. Возьмем, говорю, рыбешку. Положим. возьмем а возьмем противень и поставим положим вот сюда возьмем точно что нужно тимьян забыл укроп точно я помню и еще что-то тимьян перец и укроп по 5 граммов перец укроп черный перец нужен да черный вроде бы перец нужен так что давай не переживай тимьян перец и укроп и это все дело мы кладем вон туда все верно да вроде как все верно теперь берем лимон скорее всего да даже ведь сушеный хрен этого уже в конце приложите на тарелку подавайте горячим дольки лимон порежьте ингредиент лимон 80 грамм на четверти по 20 грамм переложите на тарелку и украшение свежей петрушки короче с петрушкой потом 6 граммами посыпать покупаем лимон есть он у меня может быть где-то здесь нет да есть лимончик отлично кладем на разделочную доску и режем его так в исходное положение резать назад повернуть вак вот так наверное да нет хрена такого так вот них хотя отлично вот так вот и вот так вот шеф просто шеф просто иначе меня и не называйте берем смотрим чё там по форельки скоро ли она приготовится или же нет тихо ты ты чё делаешь то телефон 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 мне сломали эту хреновину а я не понял честь чего он отломил дверь то я ведь не вандал какой-то я просто-напросто хотел потрогать посмотрите на готовность форели она идет готовность нет не она же не прибавляется представляешь все поломалась и как быть можно вот сюда поставить да что ты будешь делать нет она сюда не ставится как быть ставится куда же она денется но плюс-минус короче еще столько же вот отсюда почему нельзя взять да посмотреть готова она или нет испугался берем тарелку скорее всего тоже большую вот такую ставим сюда серьезно что я думал опять отломил закройся я вообще не понимаю как здесь немножечко со временем работать то есть я может есть только вот здесь вот как-то от сад это отслеживать смотреть сколько там осталось и отсчитывать просто у меня часов то как таковых нет я просто хожу как дурачок без часов и не знаю сколько времени мне на самом деле нужно готовить что-то форельга да возьми ты ее ну что ж ты будешь делать то поставь закрой нет прикрати готовить возьми тарелку возьми форельку возьми дольку лимона вторую 3 третью говорю четвертую дольку лимона и возьми какую-то там траву петрушку что-лили что-то такое 6 грамм там да нужно было 6 грамм свежей петрушки свежей петрушки отключите свежую петрушку найду дружок ну-ка это соль это не петрушка явно свежей петрушки серьезно да хватит бибикать а не мешаете а всех клиентов не распугаете сушен тимьян свежей петрушку пойдем свежей петрушки возьмем да положи если свежая петрушка купить где она там у меня она наверное где-то здесь у меня есть нет да да вот 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 она вот она точно все понял 6 грамм а сколько я уже набрал то граммов грамм хрен его знает пусть будет так пойдем подавать думаю людям понравится если нет то это это их уже проблемы мне кажется это самое идеальное блюдо которое мы только когда-либо готовили плата гостя возврат тарелки тарелку не возвращают очень хорошо и 45 центов мы с тобой заработали 45 центов за форель или это что за деньги такие кукинги наверно какие-нибудь я не знаю как они там правильно называются быстро освоились и какой у нас план спрашиваете вы что же я хочу чтобы это место прошло через тернии к пяти звездам я тоже очень этого хочу как нам это сделать в общем не нам а вам каждое подное вам блюдо влияет на уровень славы справляетесь хорошо уровень растет на портачите оно падает понят принято но это еще не все чтобы получить звезду славы нужно привлечь ресторанного критика для этого нужно выполнить норму по очкам славы в конце дня ухи это ваше первое задание поднимите наш уровень славы хотя бы до 30 впечатляет вы выполнили норму по уровню слова продолжайте в том же духе и к концу дня мы точно привлечем к ресторанного критика но на этом мы с тобой заканчиваем как тебя закрыть эй у вас получился ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра впечатлите его и нам гарантирована звезда славы это хорошо все наберите не менее четырех звезд чтобы сделать ему их а сдать ему экзамен завтра к нам заглянет ресторанный клей критик произведите на него впечатление о нас узнают все это очень хорошо давай на этом закончим спасибо большое за просмотр ставь комментарии пиши лайки пиши там продолжение нужно или нет понравилось тебе или нет и увидимся с тобой возможно в следующей серии возможно в следующей игре и пока